Приветствую вас! Я предполагаю, что проблема заключается в том, что вы, как вы пишете, выросли. То есть, вы считаете, что выросли? Вот это, мне кажется, проблема. Вот. Потому что нельзя вырасти из спорта. И вы наверняка сами это знаете. Вот. Вы наверняка сами знаете, что, значит, нельзя вырасти из спорта. Вы пишете, что выросли, но сами при этом, при том, что вы выросли, сами при этом, а вы не уверены в себе. Ну вот. Понимаете? Судя по, ну, судя по тому, что вы пишете, вы не уверены в себе. Вот. Понимаете? Какая история. Поэтому я думаю, что у вас с вашей женой произошло такое, ну, отдаление может быть. То есть, мы начали отдаляться друг от друга. И именно, именно потому, что вы считаете себя выросли. Вот. Ну, как это мне видится, конечно же, безусловно. Как это мне видится. Что-то мне видится так, а вам это может видится, конечно, совсем по-другому. Да? Я отдаю себе в этом отчёрт. Прекрасно. Вот. Правда, это мало что, в общем, меняет. Потому что проблема с женой, которая у нас остаётся. Так или иначе. Вот. А дальше. 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 А значит, в целище, что вы пишете. После того, как ей исполнилось 27 лет, и она устроилась на другую работу, стала с подручкой ходить по клубам танцевать. Говорит, так и расслабляться. Ну, хорошо. Допустим, она действительно так расслабляется. А в чём конкретно проблема ваша? То есть, у вас в чём проблема? Именно у вас. Вы можете этот момент пояснить? В чём конкретно проблема ваша? Вас беспокоит, что она, значит, гуляет она, танцует или что? Как правило, это проявление неуверенности в себе. То есть, вы не уверены в себе, видимо. Вот. Судя по тому, что вы пишете. Вот. Дальше. Идём. Так. Есть годовой абонемент. Ходит у нас на охоте, хотя раньше любил спорт. Предлагала мне сходить в клуб, извините, в клуб. У меня 34, я уже вырос. А почему вы считаете, что вы выросли, опять же? То есть, откуда, откуда такое вот отношение к возрасту своему? Дальше. Я тогда гуляюсь под ручкой по городу до 12 часа ночи. Я переживаю, что мне делать. А что делать, чтобы что? В голову лезут разные мысли, близость очень редко, 1-13 в месяц. Но я думаю, что вам с женой нужно обратиться вместе к психологу. Вот. Это было бы лучше всего, лучше всего. Что сказать, лучшее, что вы можете сделать. Потому что ваша жена чего-то, ну, недополучает явно. Вот. А вы сами тоже что-то недополучаете явно, вот, от своей жены. И по итогу возникает отдаление. То есть, это, по сути, нарастание неудовлетворенности друг другом. Вот. И отсутствие взаимопонимания. Вам, Алексей, нужно посмотреть в стороны своей уверенности в себе. И, возможно, больше внимания обращать именно на себя. Ну, 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 на самого себя. Да. То есть, вот. То есть, она гуляет, и вы, соответственно, тоже можете что-то поделать для себя. Или, там, определите с женой, да, когда она сидит с ребенком, когда вы сидите с ребенком. С детьми, точнее. Вот. Кстати, непонятно, опять же, как дела обстоят с вами. То есть, работаете ли вы или нет. Какие в голову лежат мысли у вас? С чем связаны эти мысли? Вот. Говорили ли вы ей об этих мыслях своих? Это все нужно исследовать. Это все нужно разбирать. Понимаете? Потому что, ну, вот так, очень мало информации. Вот. Понимаете? Какая история. Вот. Я думаю, так, можно ответить вам на ваш вопрос. Значит, вопрос у вас нет. Вы просто говорите, что делать, но цель какая? С чего вы хотите? Чтобы жена перестала гулять? Это одно. Что-то можно бы работать, посмотреть, что ей нужно и так далее. Вот. Хотите чего-то другого, например? Да? Ну, допустим. Допустим. Например, чтобы мыслей, там, не возникало таких и так далее. Вот. Посмотрите сами, что вам нужно. Чего бы вы хотели. И после этого, я думаю, вам можно будет помочь. Уже. Вот. Ну, как правило, здесь рекомендуется все-таки, вот, вместе с женой. Вместе с женой. А, онлайн хотя бы обращайтесь. Вот. И, попробуем ли осматриваем все проблемы. Вот. Тут вот такая история. Не мешало бы определить, чем лично вас задевает, э-э-э-э-э-э-э-э-э-э. Позиция женой. Ну, тут все близость очень редко, но это, вот, вы не говорили о том, что хотели бы больше, или что она говорит в ответ. Тут все нужно разбирать. Анализ нужно делать в ваших отношениях. Понимаете? Вот. То, что вы с ней вместе в 8 лет, да, получается, что вы, э-э-э-э, стали вместе, когда ей было 19. Вот. 19 это, по сути, ну, еще ребенок. И из-за этой горе она, по сути, стала взрослой женщиной. И вполне возможно, что она изменилась. И вы не можете уже принимать ее такой, какая она есть сейчас. Вот. Вы принимаете ее ту, какой она была тогда. Вот. Понимаете? И тут с этим вот тоже нужно разбираться, насколько вы искренне друг к другу, насколько вы откровенны друг к другу. Вот. Нет ли у вас каких-то конфликтов, ссор, проблем и так далее. Вот. Короче, Алексей, нужен четкий запрос. От вас. Вот. 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 Что вы хотите? И... Определить проблему вашу. То есть, суть лично вашей проблем. Что-то гуляет жена. Что-то ходит в клубы. То-то влезет в мысли. Вот. Тут, конечно, нужно и доверить специалисту. То-то, что вы доверяли специалисту и доверились, например, тому же специалисту в плане определения проблемы. Своей. Ну. Вот. Вот так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи.